Всем привет, друзья! Меня зовут Вильям Бруно, и это мой новый ролик, который называется «Я куплю тебе всё, что ты нарисуешь за 7 секунд челлендж». Но перед тем, как мы начнём сам ролик, хочу сообщить один маленький лайфхак. Каждый, кто прямо сейчас подпишется на мой канал, 1 сентября не пойдёт в школу. Ну, ну, так вот работает как бы. Поэтому тыкай сюда и подписывайся обязательно, чтобы сидеть дома и смотреть видики. Вижу, что ты подписался. Супер, спасибо! Теперь начинаем ролик. Первым начинаешь ты, поэтому сейчас ты должен нарисовать то, что я должен тебе купить. Окей. Но перед этим тебе нужно выбрать категорию с помощью этого кубика. Смотри, я 100% выберу ту категорию, где можно много денег потратить и разорю твой карман. Опа! Да! Игрушки! А теперь ты крутишь колесо фортуны, чтобы понять, какую сумму ты можешь потратить в этой категории. И вот эта вот монеточка. Тут, блин, 20 тысяч рублей. Нифига, мы с каких сумм начинаем? Всего 7 секунд, чтобы нарисовать то, что ты хочешь. Ты уже придумал, что ты хочешь потратить? Как бы 20 тысяч – очень немаленькая сумма. И можно много чего купить, поэтому хорошенько подумай над своим решением. Так, время я засекаю. 7 секунд у тебя есть. А, всё, время пошло? Раз, два, да, всё, идёт. Ё-моё, а! Как так-то? Так. Давай, давай, пять. Вот, я кончил. Их можно ещё скреплять вместе. Прямо сейчас дайте Бруно подсказку, напишите в комментариях. Это ракета? Нет. Пирамидка? Нет. Куличик. Это легик? Нет. Похоже на большой легик. Это лего. Не легик, лего. Гонструктор большой. Да. Купишь? Ладно. И, кстати, если ты угадал быстрее меня, что нарисовал Артём, то обязательно напиши об этом в комментариях. Мне просто интересно, насколько сообразительные у меня ребята. Пойдёмте вот тогда в магазин, да? Да. Вот, вот то, что мне нужно. Я хочу себе вот это вот лего. А сколько их на 20-ку-то? Каждый стоит по 7800. Получается, на 20-ку у тебя выйдет 2 упаковки этих лего. Да. Вот это прям берём, да? Да, да, да. Грузим в телегу. Надеюсь, тебе понравится покупочка. Потому что покупка, блядь, дорогая. Побыстрее, Артём. Да. И крутим колесо фортуны. О! Вот и достроу свою табуретищу, а? А? О, по-моему! Ну, опять и перед зрителями опозорился. Ну, ребята, ну, мне правда стыдно перед вами, что вот тут Артём. Да вы сами видели, нормальное кресло было. Крути это колесо и выигрыш. Готов деньги тратить? Да. И здесь, я надеюсь, минимум 20 тысяч рублей. Да, ну, я тоже хочу такое лего взорвать. Ну, по-любому меньше тысячи выпадет. Ну, я же говорил, 500 рублей. Ну, это почти как у меня, только в 40 раз меньше. Затекай 7 секунд. Давай. Сейчас буду рисовать то, что я хочу. Давай, давай, пошёл. Опа! 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 Оп! Я всё, я всё, я всё, я 5 лет прошло всего. Я справился. Это, смотри, свекла. Нет, это не игрушка. С едой играться нельзя. Это толстый гусь, который кричит. С животными тоже играться нельзя. С этой игрушкой можно делать взорванные пранки. Догадывайся, что это? Похоже на грелочку. Грелочка! Подушка-пердушка. Вот, ты угадал? 500 рублей в моём распоряжении. Пойдём, выберем какую-то взорванную подушку-пердушку. Хорошо, что я сначала лего стул собрал, только потом купили, а то бы подложил 100%. Всё, пойдём. Так, ну мы в игрушечном. Вот, возьми табли... Возьми табличку. Хочешь себе купить подушечку-пердушечку? Да, я, ребята, хочу новую себе подушку-пердушку для пранкова над Артёмом. Вот, поэтому... Чё ты сказал? Да ничего. О! Привет. Вот это то, что мне нужно. Так, а тебе она зачем всё-таки? Да, это для личного пользования. Опа! Да! Ха-ха-ха, техника. Теперь мы совершаем почерки покупки в этой категории. Можно купить iPhone 3G, 2G и наушники проводные. О, давай ты крутишь колесо. Давай, вообще, изи, смотри. И мне выпадает... Жёлтая монета. Опа! 200 тысяч рублей. Да блин, я только 300 рублей потратил. Я 20 тысяч потратил, а сейчас 200 тысяч, блин. Ну, мне, походу, очень сильно везёт с этими жёлтыми монетками. 200 тысяч, ребята! Знаешь, что такие покупки бывают раз в жизни? Смотри, я справлюсь? Максимально бы. Подожди, ещё. Сейчас даже можешь не... Вот, 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 я всё. Вот, 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 вот. Вот! Вот это хочу. За 4 секунды справился. Так, это... Это колон. Это гроб и надгроб и надгроб и надгроб. Нет. Это техника, правильно? Ну, да, да, да. На ней можно бегать. Она обычно в спортзале стоит. Там ещё, ну, когда встаёшь, там такая дорожка есть, и на ней бегать можно. Только не дорожкой бегать, а вот слова местами поменять. Сначала бегать, а потом дорожка. Чё, прикалываешься? Да не прикалываюсь я. Это техника. На ней можно бегать. Она стоит в спортзале. А, так это беговая дорожка. Да, правильно. Нифига. А это техника? Да. А ты как думал? Так я не думал. Ребята, 200 тысяч рублей. И я себе куплю классную беговую дорожку. Купишь мне за 200 тысяч дорожку. 200 тысяч, это деньжище, это за год я столько накопил. А теперь за раз всё потрачу. Ну, а что делать? Мы в дорожечном магазине. Здесь то, что тебе нужно. Здесь продаются самые лучшие беговые дорожки. Я сначала себе такую дорожку хотел, но у меня бюджет побольше. 200 тысяч, поэтому вот такую. Ты это, затесте её хоть там. Это одна из лучших беговых дорожек просто, понимаешь? За такие деньги ты сдастся. Во, смотри. Тут экран даже какой, а? Как у Пушера в Мерседесе я классе, а? Так что, эту берём? Да. Большое спасибо. Большое, пожалуйста, Коль. За подарок. Ты нарисовал, я купил. О, всё, спасибо большое. До свидания. О, ну вот, ребята, купили. Никому дорожечку? Я у Пруна её поставил. Мама бегать не разрешает. Я даже так бегал вообще. Лучше по бегу был, но... Ты, если что, приходи ко мне, будешь бегать без проблем. Да. Смотри, уже 130 шаговки. Влада бумагу догоняет. Это я уже 40 кило скинул, смотри. Ого. Да не, стой. Стой, стой, ё-моё. Ты так вообще пропадёшь, если, ну, так худеть быстро будешь. Стой, стой, ё-моё. Ты так вообще пропадёшь, если, ну, так худеть быстро будешь. Да я знаю, что сделаю. Я тут заберусь с тобой. Всё, давай, пока. На студии будем, да, найдёшь. Ага, ну, на студии встретимся. Нет, а что мне бешнора-то делать? Да, фиг с ней. Пусть здесь стоит. Ладно, на студии, ребята, встретимся. Вот такая монета мне выпала. Тут 10 тысяч. Крупная сумма, видишь, повезло. 10, да? Да, это 10. 10 тысяч рублей, ребят. Давай, бери и рисуй. Засекай время. Раз, два, три, четыре, пять. Всё, я... Всё? Ну, да, 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 да. Я как бы, я всё, я готов. Это замок. Нет. Это электронный замок. Нет, это не замок. Этим нельзя закрывать. Глазок дверной, нет. А что с этим делать-то? Фотографировать. А, это фотоаппарат? Да, это фотоаппарат. Ну, не обычный фотоаппарат. Это фотоаппарат моментальной печати. Видишь, вот это вот вылезает. Фотография. Где? А я думал, это шнурочек, чтобы на шее вешать. Тогда пойдём и купим его тебе прямо сейчас. Вот, смотри. Вот такой хочешь себе фотоаппарат? Да, смотри, какой классный. Вот, за десятку как раз. Я бы тебе полароид посоветовал. Вот, он очень классный. У меня такой был. Я котиков на него фоткал в детстве. Ну, кстати, смотри, вот похож. Похож? Да, вот ещё фотографии там летают. Тут рядом наши ребята выступают с концертом. Вот, но мы тоже скоро в тур едем. Возьмёшь ещё картридж? Давай, давай. Всё, чтобы можно было нормально нафоткать. Всё, пойдёмте. Оплатишь, да? Да. Отлично. Сейчас, хочешь первую фотографию сделаем? Давай. Готов? Да. Ребята, ты чё делаешь? Блин, ё-моё. Фу. Фу. А вот и первая фотка сейчас она. Нафиг ты это показал. Да не показывай ты. Да не показывай. Да ща проявится, ё-моё. Смотрите, какой кадр получился. Там у меня эта кнопка подписаться завелась. Поэтому, чтобы её убрать, тыкните. Прямо сейчас под роликом на эту вот красную кнопку. Ой, позорище. Ой, позорище. Да нормальный кадр. Давай категорию выберем следующую. Давай. Держи. Категория спорт. У-у-у. Синее деление. Да, бам, да. Сколько там? 22 тысячи. 2 тысячи, к сожалению. Вот не 20, но на 2 тысячи. Можно купить 100% что-то спортивное, что-то классное, что-то крутое, стильное. Готов засекать? Да, засек. И время идёт. Вот, вот, так, 5, 6. Вот, ля, еле успел. Еле успел, да. Так, не, ну, слушай, тут сразу как бы видно, что это, это спорт, да? Да. Человек лезет по столбу. Такое-то. А, он прыгает. По столбу? Нет. Он держится за то, что похоже на стол и прыгает. А, это прыгалка, блин? Да, это, блин, прыгалка. Давай купим её. Давай прыгалку, хочу, хочу. Пойдём. Хочу. Хочу вот такую. Купишь? Ну ладно, фиг с тобой, давай. Всё, купишь, да? Конечно. Ну ладно, я потом научусь, когда 30 килограмм скину, чтобы попрыгать на этой прыгалке. Завтра скинешь, чтобы попрыгать? Завтра не получится. Наверное, через недельку смогу, в сауну схожу, вес погоняю, килограмм 15 уйдёт. Идём в студию. Вот, ребята, взорвенная прыгалка, да, блин? Давай попробуй, только, главное, слушай, Артём, не про, ну, осторожно, головарь, там потолок низкий. Давай, сейчас. Давай, прыгай. Ого. Да, блин, да, получается? Ребята, у меня получается? Можно я порулю? Давай попробуем. Держи свою прыгалку. Давай я себе, ну, что-то своё куплю, то, что мне по душе прям, я что-то не могу управлять этим. Можно же с разгона в коробке, ты чё? Вообще круто будет. Крути давай тогда. Чуть без спорта не остался. Так, вот эта монетка. Так, аккуратней, чтоб там ни один норик не пропал. И? Что тебе выпало? 6 тысяч сечу рублей. Так, только успей. Раз, два, три. Всё. Это самокат. Потому что Бруно постоянно мне трындит на ухо, что хочет себе самокат. Вот, он в прошлый раз купил первую версию самоката, которая на ноги одевается. Есть вторая, где отталкиваться нужно. Ты такую себе хочешь? Да, и знаешь почему? Я видел, что вы катаетесь на самокатах, блин, а я хочу вместе с вами, ну, тоже покататься. Поэтому для этого мне нужен необходимый газ. Так, ой, я в интернете видел этот магазин, смотри. Тут можно собрать абсолютно любой на твой вкус самокат. Я просто... Ты уверен, что это магазин самокатов? Да, смотри. Во-первых, здесь разные площадки. Вот рули есть, можно колёса любые выбрать. Даже такие, типа. В чём суть? Я просто видел подписчики постоянно на самокатах катаются, вот. Поэтому решил собрать свой аппарат, блин. Это руль. Руль, да, руль всегда как бы классический, поэтому в нём там выбирать особо не из чего. Возьму вот этот, ну, типа. Вполне достойный. Экземпляр? Да. Цены? Доступные, народные. Тут можно собрать классный самокат, не забор. А может металлическую вот такую деку? Не, ну это новая, типа, конечно, классная. Я видел молодёжка ТЭТ, но я хочу деревянный классический. Колёса, слушай, не знаю, влезли ли по бюджету, но тут вроде... Тут нормальные колёса. Да, тут... Они год точно прослужат, ребята. Не качать не надо, главное. Они прям пластиковые. Давай возьмём тебе ролики, вот вместе покатаемся. Мы влезаем в бюджет. С подписчиками. Да, с подписчиками покатаемся. Я видел, пацаны вообще топовые модели здесь собирают. Воу. Ну, примерно вот так. Поехали на скейт-площадке за тесты, погнали. Так, ребята, я пришёл на свою любимую скейт-площадку. Бруно, 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 погоди. Чтобы протестить свой самокат. Вот, Артём надел свои ролики. Я на самых взорванных вообще катаюсь. Вот, модель... Я не могу кататься. Что? Привет, мы сейчас затестим. Здорово, вот. О, ё-моё. О, вот такое колесо оторвалось. Даже они лучше касаются. Ты что нас позоришь-то, а? Да я только купил самокат. Нет. Нет. Ой, у меня, по-моему, второе колесо отпало. Ребята ушли, что-то стыдно с нами тусоваться. Да, но только потому, что позорище. Так-то они нормальные, ребята. О, нет, ну как бы с колёсами было лучше кататься. Сейчас, видите, с колёс совсем не то. О, всё. Надо в следующий раз вот такую модель брать. Я просто, ну, неопытный, как бы собрал такую для новичков. Не, ну это хороший. Не, ну так-то вообще нормальный самокат. Мы там тоже флипанули, ребят, нормально. Ребята, смотрите, как вообще сейчас флипанул. Клёво, классно будет. У меня один ролик слетел. Ну вообще нормально. Главное равновесие. Держу. Позорище. 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 Ушёл Артём. Не, ну мне как бы стыдно за Артёма. Вот так опозорился перед ребятами. Ладно, это, мы в студию пойдём там. Дальше покупочки делать. Достаточно интересная категория, которая называется решение проблемы. Это покупки, с помощью которых мы сможем решить одну либо другую проблему, которая у нас есть. У всех есть проблемы, но с ними можно справляться, если что-то, как бы, делать. И сегодня мы это сделаем. Вау! Не, ну, наверное, какие-то проблемы тоже можно решить. Напишите, напишите рифму. 300 и в комментах. Оп, 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 оп. Думай, это палка, с помощью которого проверяют с животы Тест на беременность? Да, у меня девушка беременна, вот И как бы вдруг я тоже забеременел, но от нее Но вместе все-таки живем, едим из одной миски как-никак Но я не хочу беременеть Как думаешь, вообще продадут тест на беременность, а то мне 17 лет Ты паспорт не брал с собой? Не, не брал Давай просто серьезными будем, вот, вдруг Так, ребята, мы в аптеке Наденем маску, потому что у нас паспортов нет Можно, пожалуйста, тест на беременность? Мужской Обычную полоску? Взорван Одну в упаковочке, две? Давайте одну, спасибо Все, супер, до свидания Нас даже паспорт не спросили Что, Артем, он там Проверять не проверил? Я проверил, вот, там не видно, но я, кажется, не беременен Это она, это в чем оно? Как в чем? Ну а как тест на беременность сделать? Головой-то подумай Так это беременные или нет? Кажись нет, там одна полоска Сейчас будет следующая категория Подожди, ну е-мое, ну я же свою проблему-то еще не решил Точно, давай, это что? Ты на свои порешал Да ты пупик брал, я думал Да я рассматривал, что-то вообще может выпасть Ну давай, бери эту 6 тысяч Ладно, я придумал, что я А помнишь, как тебе Пашка тогда эту какаху в эклер засунул? Ты еще подумал, что он с шоколадом Все, я нарисовал А помнишь, как у тебя трусы украли из раздевалки? Весь класс над тобой смеялся Я нарисовал Нарисовал? Да Опять эклер? Нет, это не эклер, это... Ковер Да, это ковер К которому летать можно Нет, это не тот ковер, тот подороже Окей Все, отлично И трусы у тебя тогда зря украли Пойдем Да и какался ты не всегда, братан Да перестань Смотри, какой со звездочками классный Вот, и недорогой, кстати, за 1700 У меня 6 тысяч есть бюджет, 6-6 тысяч Красный еще хороший Давай посмотрим еще варианты Не, ну вот это позорище Я такой бы никогда не купил Э, бери вот эту пулю 1200 1200? Да Ну ладно, пойдем тогда на концу Какую проблему ты хочешь решить? Сейчас я тебе покажу Там просто дело в том, что какой-то подлец Так это ж Пашка тогда написал Пашка? Ой В любом случае Я вот это, ну, чтобы не позориться А я думал, ты не заметишь Ребят, у кого такой дома на стене висит, поставьте лайк Раз, два, бум, пау И мне попалась категория важная Так что я могу себе что-нибудь важное купить Вообще я чего захочу Паааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А это плитка шоколада. Нет, 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 нет. Начинается на бордю, заканчивается на р. За дурака меня держишь, да? Это, ну, бордюр. Молодец, Брун, ты угадал. Зачем тебе бордюр? Мне? Чтобы надо. В моей комнате всегда не хватало бордюрчика. В любой комнате ни у кого нету в комнате бордюра. Так потому что он там и не нужен. Ты надоел, ты думаешь только о себе. Ладно, давай купим. Смотри, есть вот такой вот серый. Есть цвета камень под дождем. Как думаешь, какой лучше взять? Если уж брать бордюр, я бы брал классику. Классику? Да. Фу. Ну вот столько хватит на первое время, чтобы комнату заделать. Ты пока везде оплачивай. А я вас попрошу подписаться на канал Вильяма Бруна. Потому что это очень важно. Он максимально старается над видеороликами. Тратит очень много денег, вот. Поэтому лайк, подписка, колокольчик. Пойдем дальше. Мы купили классенький бордюрчик. Теперь я могу его поставить себе в комнату и ни о чем не думать. Кручу колесо фортуны. Илья Бруна сейчас прямо на ваших глазах крутит колесо. И ему выпадает желтый доллар. Тебе выпало 4000. Засекай, время. Раз, два, три, шесть, семь. Все, время вышло. Это покрышки? Нет, это не покрышки. Это то, что дарит тепло для каждого. На что ты надеешься каждую зиму? На Новый год и день рождения. Ну, а когда холодно, то чего? Кого вспоминаешь? Погодь, стой. Это батарея? Это батарейка. Батарейка? Ну да, которая типа у стены стоит и... Понял. Ты опять весь металл сдал, который у тебя в квартире был? Не было денег, прости. А у него точно есть товар? Слушай, ну по телефону он сказал, что у него есть то, что нам нужно. Так, батарея со мной? Да, ребят, сейчас мы купим самую лучшую батарею, потому что... Это мы, ребята? Да. Здравствуйте. Латунь вижу, да? Хороший материал. Мы хотим батарею купить. Дайте. Да, сейчас, секундочку. Сколько договаривались? Две тысячи. Так, ребята, вот одна партия. Вот еще сколько есть. Тысячи семьсот, мы на две договаривались. Мы на две тысячи договаривались. Три сотки. У меня нет больше денег, ребята. Мы договаривались купить батарею за две тысячи. Да как, я тебе, смотри, какую батарею ты принес. Комнаты своей вырвал просто. У меня теперь возле кровати не греет ничего. Зимой холодно будет. Хотите заберите половинку? Ну, хочешь, дай мне половину. Это же чугунная батарея. Да сами ее разбирайте. У тебя фиг с ним. Тысячу семьсот на тысячу семьсот. Что, жадный? До свидания. Ну что, Бруно, все, я тебе купил батарею? Не полностью, ну ладно. Давай, краба. Угу. Ребята, мы снова в студии, и это значит, что самое время выбирать новую категорию для покупок. И поможет нам этот кубик, который показывает нам, что мы сейчас будем покупать вещи, которые железные. Крути, колесо. Окей, нет проблем. Подержи, пожалуйста, табличку. Сейчас как-то рутану. Вау. И здесь восемь тысяч рублей. Это сколько железа можно купить? Но я себе хочу определенное железо. На компьютер? Нет. Так. Ё-моё, ё-моё, пошел, разошелся. Ого. Так, стоп. Дерево не железное, скажу я сразу. Это не дерево. Попкорн на палочке. Это тоже продается рядом с попкорном. Оно воздушное, белое, иногда розовое, сладкое делают из сахарной ваты. Нет, я хочу себе другое. А с чего делают сахарного? Сахар. Нет, вата. Как делают сахар? С помощью чего делают? С помощью мужчины. Нет. Аппарат сахарной ваты. Да. Мы восьмеру покупаем. Ну, там, по-моему, 7500 я даже нашел. Опять вышли, ребят. Ой, это опять этот мужчина. Опять он. Откуда вы вообще товар берете? Почему у вас всегда все есть? Я с 91-го года работаю. У меня весь дом забит барахном. Вот продаю, бабки зарабатываю. Какой-то пыльный больно. Ну, так я с ним хер. За сколько? За 8 тысяч. Пыльный. Ты ж выбирал. Ты что, не мог нормальный выбрать без пыли? Да, ну, они дорогие так. А так за 7500. За 7500 получается? За 8. Давайте 5 тысяч и по рукам. 8 тысяч. Ты понял? 8. Ну, давай за 8, пока он еще больше не запросил. Можете поснимать меня, пока я вам оплачу, скидываю деньги? По номеру телефона, да? Да. Вы записаны у меня уже, мы покупали у вас. Надеюсь. Ну, опять телефон, если что. Отправил. Пришло, не пришло, посмотри. Там придет, прошли, друг. Все, до свидания, мужчина. До свидания. Я ему 7500 отправил. Ё-моё, пойдем, пойдем, пойдем. Давай, молодец. Давай. Так, все, отправляемся в студию. Включать? Да, да, да. Вот. Ля-ля-ля, смотри, паутина пошла. О-о-о. Главное, хорошая длинная палочка, на которой можно наматывать вату. Вкусно? Да. На реле как, ну, настоящий. Вот это покупка, блин. Не, она так-то вкуснятина, на реле. Смотрите, ребята, какая вата взорванная. Ммм, классная штука. Ну, а знаешь, еще что? Все. Выключай свою табуретку. Самое время для моей палочки. Я надеюсь, это минимум 200 тысяч. Потому что, ну, я как бы тоже хочу взорванную, дорогую покупку. Давай, отрываем. Вау. Сумма. Наверное, 50 рублей. 50 рублей, ребята, выпало. Ну, 50 рублей, это так-то взрыв. Раз, два, семь. Ты успел. Это у нас ящик с мороженым. Нет, это не он. Это смотри. В этом можно перемещать твои вещи и продукты. Или это тележка. Это тележка из супермаркета. Знаю, место пойдет. Как ты за 50 рублей мне купишь телегу? За 10 рублей. Есть взорванный. Магазин окей. Там, короче, телеги продаются по 10 рублей. Они не в магазине стоят, а на улице. Просто подходишь, взял десяточку. И все. Я какая буду, не как лох с пакетом ходить в магазин, а со своей тележкой, блин. Все, едем на студию. Ребята, кстати, посмотрите обязательно вот этот вот ролик. Мы снимали его две с половиной недели. И там такая пушка. Тебе обязательно понравится. Ради таких роликов ты открываешь YouTube, потому что здесь то, что ты любишь. Давай тыкай и посмотри. Давай.